Тесные клетки, бесконечный поток посетителей и кожные заболевания. Столичные зоозащитники выступили с инициативой закрыть в торговых центрах контактные зоопарки, которые в последнее время стали так популярны во всех городах страны. Кому они помешали и чем действительно чревато такое общение, в сюжете Анастасии Прохорчук. Ай, какая жарина. Дайте, Мишеньки, дайте мне покушать. Вот так Мишенька кушает. Полосатый сладкоежка берет угощение раскрытыми лапами, чтобы не оцарапать гостя. Манером енота обучил Владимир. 26 лет содержит животных, уверяет его частный зоопарк, был первым в России и СНГ. Вот это черепахи больше 100 лет. Это совушки из Марокко. Большую часть животных ученый привез в город сам, знает характер каждого. Особенно любвеобильных дает посетителям прямо в руки. Но контактным зоопаркам свою коллекцию не считает. От журналистов узнал, что Московский Центр защиты прав животных ВИТО предложил запретить физлицам продажу животных и закрыть все контактные зоопарки в стране. Такие пункты хотят внести в еще непринятый закон о защите прав животных. Задача любого зоопарка – разводить животных, редких и исчезающих животных. Контактные зоопарки, они набирают кроликов, свинок, мини-пиди, лисиц, хорьков. Ну, в общем, все то, что стоит копейки. И на этом зарабатывают деньги. Зачем же нас всех климить? Мы не выставляем ягуаров. На руках у Владимира ветеринарные свидетельства, таможенные декларации. У ночных животных темные вольеры днем. Меню индивидуально для каждого постояльца. Сегодня у Люмура на обед финики. Всевозможные фрукты – это виноград, хурма и, конечно, вареная курятина. Так они кушают каждый день. В зоопарке убирают два раза в день. И сотрудник ни на шаг не отходит от посетителя в целях безопасности. Но активисты тверды в намерениях. Непроветриваемые помещения и антисанитария – вот основные претензии к владельцам зоопарков. Их так много. И, к сожалению, они используют животных действительно в качестве объекта наживы. Крайне непедагогичный подход, когда ребенок скуки ради тискает животных. Какие бы справки не предъявляли эти заведения, мы сами понимаем, что поток рук, там, до 200 человек в день может проходить, щупают одних и тех же животных. Общественность возмутили последние события. В Туле львенка содержали в клетке в такой тесноте, что детеныш не мог сделать и шага в сторону. Из Челябинского контактного парка изъяли двух волчат в состоянии обезвоживания. Животных удалось выходить. Сотрудники Московского центра защиты проводят свои расследования. В интернете активисты организовали группу против контактников. Вот, например, видео «Рабочая неделя морского котика». Зоозащитники показывают, через сколько рук в день проходит животное. К слову, тревогу таких организаций разделяют и представители муниципальных зоопарков. Они будут кушать, они будут жить. Но физиологическое состояние, конечно, со временем будет ухудшаться. Конечно, они устают от постоянного контакта, когда очень много, что они устают от общения. То есть им нужно в любом случае, им нужно место, куда можно спрятаться. Красноярцы же пока оставляют только восторженные отзывы после общения с животными. Контактные зоопарки в торговых центрах пользуются огромной популярностью. И, судя по всему, закрываться они не намерены. Анастасия Прохорчук, Дмитрий Комаров, Ильясен Киевич, 7 канал.